Это снова прохождение игры Готика. Здесь никому нельзя доверять. Каждый может обмануть. Это не слишком интересно. Поговорим о чём-нибудь другом. Не самое лучшее решение. Мне надо отоспаться. Всё. День. Не думаю, что здесь что-нибудь изменится. Идёмте к арене. Отстань от меня. Почему мы идём к арене? Так это потому, что в прошлый раз я вам говорил, что нам, для того, чтобы присоединиться к старому лагерю, осталось только ещё завоевать доверие от Скатти. Мастера арены. На него я произведу впечатление, если вызову кого-нибудь на бой. Самый лёгкий это будет Кирга. Некоторых ничему нельзя научить. Только вот в ближнем бою его вряд ли победишь. Извините, что я оговорился. Но нет, может быть, его и возможно победить. Просто я не могу использовать свой молот. Привет. Я новички. Новичок. Расскажи мне что-нибудь о внешнем мире. Я уже целый месяц не получал оттуда никаких новостей. Я Кирга. Я участвую в боях на арене. И как успешно? И как проходят твои бои? Бои на арене? Я совсем недавно начал этим заниматься. Но за мной уже есть одна победа. Я хочу вызвать тебя на бой. Я вызываю тебя на бой. Сразимся на арене. Что? Но сейчас мне не хочет содраться. Пойдем лучше выпьем пиво. А ты расскажешь мне, что делается в Мертане. Ладно, давай свое пиво. Ладно, давай выпьем пиво. Это тебе. Твое здоровье. Выпьем оба. Спасибо. Боюсь, я не слишком много смогу рассказать о внешнем мире. Меня два месяца держали в яме, перед тем, как забросить сюда. Жаль. Ну что ж, для человека, который два месяца отсидел в яме, ты выглядишь очень неплохо. Постараюсь остаться такими в дальнейшем. Зачем тебе драться с одним из нас? Я хочу, чтобы обо мне узнали в лагере. От Скати, наверное. Он один из самых влиятельных людей внешнего кольца. Но если ты действительно хочешь заручиться его поддержкой, ты должен победить Карима. Боюсь, только тебе с ним не справиться. Если ты все еще хочешь сразиться со мной, скажи мне. Но мне не очень хочется избивать тебя. Ну давай уж сразимся. Мы будем драться. Ты готов? Мы будем сражаться. Ты готов? Следуй за мной. Ты кому не доверяй. Здесь кругом предатель. Отстань ты от меня. Итак, начнем. Пусть победит сильнейший. Ты что ты блок ты ставишь? Отличная драка. Идиота кусок. Я не пойму, ты почему блок ты не ставишь? Нет. Нет. Я вообще-то знаю, что делать. Получить захотел. Сейчас я надаю тебе по шее. Так, я... И не пытайся отомстить. Ладно. Блин, он на арене с... Я не имею к этому никакого отношения. Так, давайте с ним заново поболакаем. Люди слишком много болтают. Пейте свое пиво. Я не хочу это слушать. Пока меня. Но это было не слишком. Раньше все было совсем подробно. Что-то не то. Почти не моя коммерция. Так, теперь сохранимся. А это уже не моя проблема. Ну, поехали. Здесь драк. Здесь драк. Все. У него осталось немного жизни. Поэтому теперь его погодить будет легко. Давай забудем об этом. Мы будем сражаться. Ты готов? Следуй за мной. Все. И так? Один удар и его хана. Тебе не... Самое лучшее решение. Принимать поспешные решения. Эй, спокойно. Ты ведь победил. Да, она срывает проблемы. Ну как, бой? Поговорим об этом в следующем. Пока меня не хуже. Ты победил в честном бою. Но теперь забудем об этой ссоре. Ну все, тренируйся дальше. Теперь попробуем с этим Харимом сразиться. С ним-то будет легче. Сейчас мы его... Вообще-то нет, с ним-то сложнее будет. Ты хочешь напасть на меня? О нет, он уходит. Так, пусть он идет к точильному камню, а мы сейчас будем его расстреливать. Убери. Ты еще меня узнаешь. Это не так интересно. А, нет. Какой-то он мощный и больно. Собака. Ладно, я с ним еще разберусь. Со мной это часто случается. Раньше все было намного... Не то, что сейчас... А если отсюда попробовать его мочить? Главное, не привлекать ничьего внимания. Слишком слишком... Раньше все было... Ой, ой, я его убил. Перестарался. Но теперь я знаю, откуда его надо валить. Станется немножко жизни. Нужно думать, прежде чем что-нибудь говорить. И его можно будет победить. Раньше не хочу это слышать. Так. Встаем вот сюда. Сохраняемся. Сохраняемся. Стоп, а где музыка? А в этой истории что-то есть. Иногда бывает такая фигня. Все. А теперь уматываем. Ты еще меня узнаешь. Уматываем. А нет, он все еще бежит за нами. А мы смотаемся. Вообще из лагеря. Сюда-то он за нами вряд ли побежит. А. Все. Сейчас он уйдет на свое место. И можно будет спокойно сразиться с ним. Ай, ты... Сволочь. Намного лучше. Он зельку выпил. И восстановился. Успокойся, ты победил. Успокойся, ты победил. Все. А это уже не моя проблема. Так, живо спускайся, пока он тут не напился зелик. Не хотел бы я, чтобы со мной не летать же. А где он, собственно? Я думал, что это уже давно решетный вопрос. Где он? Возможно, я имею отношение к этому герою. И почему нельзя держать язык за зубами? Хм. Странно. Возможно, вон он. Бежит. Пока меня не впутали. А мне... Ты еще меня узнаешь. А не занят с него. В следующий раз ты будешь мертв. Не-е-е. Больно он какой-то мощный, что ли. Потом не это. Иначе... Убьешь его. Так. А если его просто на арене тупо стрелами завалить? Я здесь недавно. Скажи, кто ты? Я Карим. Наверное, ты прибыл сюда недавно, иначе ты бы уже знал меня. А, Карим. Я лучший боец из всех, кого забрасывали в этот лагерь. А, его Карим зовут. Я вызываю тебя на бой. Пойдем. Сразимся на арене. Ты? Да я от тебя мокрого места не оставлю. Лучше забудь об этом и уходи, пока я не передумал. Ну-ка. Значит, ты боишься драки, трус? Так ты не принимаешь вызов? Трус! Придумай что-нибудь получше. Ты здесь только за тем, чтобы поцеловать Гамеза в задницу. Ты хочешь получить шанс выслужиться перед Гамезом? Что? Ах ты, червяк! Да ты ничего о нас не знаешь. Новый лагерь не подчиняется этому подонку. И кроме того, я здесь по одной причине. Мне приятно выбивать дури из таких умников, как ты. С удовольствием окажу тебе эту услугу. Арена ждет нас. Со мной это часто случается. Эй, спокойно! Ты ведь победил! Так. Теперь стреляем по нему. Ты еще меня узнаешь. Болая победа, да? Как-то он быстро. Я не имею к этому никакого отношения. Пока меня нет. Со мной это часто случается. А, ну вообще-то я знаю. Че сделать? Не самое лучшее решение. Я дрался с Кирга. Я сразился с Кирга. Ты победил его? Неплохо для новичка? Ты действительно удивил меня. Я не имею к этому никакого отношения. Ладно. Все проблемы. Теперь уже всего достаточно, чтобы присоединяться в лагерь. Вернее, к лагерю. Идемте к Диего. Что говорят обо мне в лагере? Что думают обо мне в лагере? Ну, я тут поговорил с людьми. И что? Скатти сказал, что ты одолел Кирга. И он бы посмотрел, как ты выстоишь против Харима. Уистлер рассказал мне о Фиске. Я на твоем месте забрал бы руду и смотался. В любом случае, в его глазах ты поднялся. Слай рассказал, что ты помог в поисках Нека. Похоже, он тобой доволен. Фингерс сказал, что ты уже кое-что освоил. Но он считает, что ты способен на большее. Ты и правда удачно провел это дело с Коргаломом. Декстер удивлен, да и я тоже. Ты обрел поддержку уже многих в этом лагере. Да и проверку на верность ты прошел. Иди к Торусу. Я ему рассказал о твоих успехах. Он разрешит тебе пройти к Гамезу. Отлично. Что мне говорить, когда я встречусь с Гамезом? Как мне вести себя при встрече с Гамезом? Гамез словно нюхом такие вещи чует. Когда он посмотрит на тебя, то сам решит, что с тобой делать. Теперь я не буду направлять тебя, так что соберись. Удачи. Ну что ж, идемте в замок. Так, Диего сказал, что я могу увидеть Гамеза. Диего сказал, что мне можно увидеть Гамеза. Мне решать, что тебе можно. И что ты решил? Должен согласиться, до сих пор ты делал все как надо. Хорошо. Можешь встретиться с Гамезом. Ему одному решать, будешь ли ты один из нас или нет. Теперь все зависит только от тебя самого. Ну все. Стой. Иду. Да ладно. Я поговорил с Торусом. Он разрешил мне войти. Я запомню твое лицо. Если ты сделаешь хоть одну ошибку, тебе не сдобровать. Понятно. Скорпио. Кто пропустил тебя? Торус. И что тебе здесь нужно? Ну-ка. Я собираюсь встретиться с Гамезом. Хочу присоединиться к вам. Я хочу встретиться с Гамезом. Я собираюсь присоединиться к вам. Ты? А ты уже доказал, что достоин к нам присоединиться. Призраки мной довольны. Призраки здесь ничего не решают. Здесь только наши слова имеют вес. Ясно. Ты можешь научить меня драться? Ты можешь научить меня сражаться. Я тренирую только стражников. Ты сможешь тренироваться у меня только тогда, когда Торус назначит тебя стражником. А у меня будет выбор, стать стражником или магом. Мне кажется, лучше магом стать. Я сам не стал стражником. О, руда. Валяется. Ты, негодяй, убери руки. Я тебя покажу. Эй, а чё вы тут на меня набросились? Я ж тут... Не понял. Так всё ж нормально было. А я не буду сохраниться. Я не имею в виду ни какого отношения. Интересно, а потому что ты и сможешь... А вы думаете, что здесь хоть что-нибудь изменится? Не самое лучшее решение. А вы думаете, что здесь хоть что-нибудь изменится? Так. Всё это пропускаем. Да, что вы думаете. С полной с девушкой. Слушайте, самый лучший решение. Да, что ты. С дестницей говорит, что попало. Не походя. А мне... 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 Это не слишком интересно, поговорим о чём-нибудь другом. Такое со мной больше не случилось. Так. Сейчас главное так, чтобы никто меня не заметил. Это не заметили. Так. Крадёмся дальше. Только я когда играл, я и друду собрал спокойно, никто не заметил. Она ж тут никому не нужная валяется. А это кто? Бартоло. Как тебя зовут? Кто ты такой? Я Бартоло. Слежу, чтобы бароны получали припасы вовремя. Еда, болотник, продовольствие для женщин. Также приходится следить за этими идиотами-поварами. Гамес не любит оплошностей. Последних двух поваров он скормил речным шныгом. Ясно. А что... Я хочу поторговать с тобой. У меня много чего есть. Для тех, у кого есть руда, конечно. О, ну да. У него тоже всякая фигня есть. Стой! Что тебе здесь нужно? Просто хотел зайти. Ты шутишь, да? Лучше спроси об этом Торуса. Конечно, спрошу. И если ты солгал, я лично тебя убью. Это значит, что я могу войти? Да. Давай быстрее. Ладно, идемте. С Гамесом разговаривать. Я могу что-нибудь сделать для тебя? Ты кто? Кто ты? Я Рэйвен. Первый помощник Гамеза. Все, кто хочет встретиться с ним, сначала говорят со мной. Я хочу увидеть Гамеза. Я хочу видеть Гамеза. Торус сказал, что меня могут взять в призраки. Надежные люди нам всегда нужны. А на тебя можно положиться, раз тебя прислал Торус. Думаю, ты нам подойдешь. Я отведу тебя к Гамезу. Иди за мной. Только ничего не трогай. Обещаю. Идем за ним. Я не хочу в это ввязываться. Вон там сидит Гамез. Если ты выберешь неверный тон, я лично научу тебя хорошим манерам. Ясно? Все время одно и то же. Так, Шрам. Кто ты такой? Все называют меня Шрам. Чем ты занимаешься? И чем ты занимаешься? Я и мой напарник Арто следим за тем, чтобы к Гамезу не заходили непрошенные гости. Еще мы заботимся о том, чтобы никто не подходил к женщинам слишком близко. Когда меня зашвырнули сюда, я видел женщину. Когда меня отправляли сюда, я видел женщину на платформе с товаром. Ну и что? Она здесь? Если она тебе понравилась, мой тебе совет. Забудь о ней. Как только она здесь появилась, Гамез отвел ее в свою комнату и запер там. Когда она ему надоест, он отправит ее вниз. Но пока она принадлежит ему. Так что лучше перестань о ней вспоминать. Что ты можешь сказать о Гамезе? Что ты знаешь о Гамезе? Я могу сказать тебе только то, что он один из самых влиятельных людей колонии. Он может получить все, что хочет. Но единственное, что ему действительно нужно, это власть. Так, ну понятно. Поговорим теперь с этим Арто. Ты кто? Я Арто. Что ты здесь делаешь? Что ты здесь делаешь? Я охраняю Гамеза. Ну понятное дело. А ты не из болтливых, да? А ты, вижу, неразговорчив. Точно. О, Равен. Как его там Рэван? Не пойму. И... О, а вот и сам Гамез. Стоп. А вон та картина мне знакома. Это ведь картина появляется при загрузке игры. А еще эта картина находится на диске. Ну, на коробке с диском. Давай поговорим о чем-нибудь другом. Только диск у меня не пошел, поэтому я игру с интернета скачал. Я пришел, чтобы предложить свои услуги. Я пришел, чтобы предложить свои услуги. С чего ты взял, что мне нужны твои услуги? Я прошел испытание. Я прошел испытание. И Торус сказал, что я могу быть полезен. Конечно, если бы это было не так, ты уже был бы мертв. Но я надеюсь, что ты способен на большее. Так, понятно. Значит, ему маловато то, что я испытание прошел. Так, а если у меня есть связи во всех лагерях? Я много путешествовал по колонии. И у меня много знакомых в других лагерях. Да, хорошее начало. И с кем же ты там знаком? Больше этого не случится. Коргалом. Коргалом. И? Несколько идолов в лагере братства. Пара идолов из братства. И? Это были самые влиятельные люди. Это самые влиятельные люди. И ты хочешь меня этим удивить? В нашем лагере даже у некоторых рудокопов связи получше, чем у тебя. Ясно. То есть ему надо, чтобы я больше связей имел. Ну что ж, отправляемся в новый лагерь. Но сначала отдадим письмо магам огня. Их храм должен находиться где-то здесь. О, а вот и они. Мильтон. Ты не должен переступать этот порог до тех пор, пока не получишь разрешение от господина Користа. Я ищу Верховного Мага Круга Огня. Я ищу Верховного Мага Круга Огня. Это Користа. Зачем он тебе нужен? У меня есть письмо Верховному Магу Круга Огня. У меня есть послание для Верховного Мага Круга Огня. Ты гонец из внешнего мира? Да. Один маг передал мне письмо перед тем, как меня забросили в колонию. Покажи мне это письмо. Вот оно. Хотя, стоп, прежде я хочу получить свою награду. Нет, на письмо перед. Вот оно. Слово слишком много преданий. Это письмо адресовано Ксардасу. И что в этом необычного? Ксардас оставил служение Иносу много лет назад. Он ушел отсюда и посвятил свою жизнь черной магии. Он живет в башне в центре земель Орков и занимается только своими исследованиями. Он сказал, что выяснит сам, что пошло не так при возведении Барьера. Жди здесь. Я скоро вернусь. А он выяснил. Ну, или почти выяснил. Користа был в полном восторге. Он сказал, что ты можешь встретиться с Торезом и выбрать себе награду. Где мне искать Тореза? Где найти Тореза? Весь день он стоит перед храмом. Ночи же он проводит в своей келье. Поскольку лишь маги могут войти в храм, тебе придется поговорить с ним днем. Так, расскажи мне о магах огня. Расскажи мне что-нибудь о магах огня. Круг огня обретает свою силу с благословения Иноса. Бог света и истины благоволит нам. Маги считают себя избранными. Но и ко всем остальным относятся соответственно. Мне повезло, что меня приняли. Користа сделал меня своим учеником. По-моему, он просто хотел немного развлечься. С тех пор я ежедневно совершенствую свои магические навыки, чтобы быть допущенным в следующий круг. Я тоже хочу стать учеником мага, как ты. Я тоже хочу стать учеником мага, таким, как ты. Користа выбрал меня, потому что я помогал баронам. До тех пор, пока ты не сделаешь что-нибудь исключительное, он и разговаривать не захочет о твоем обучении. Помимо этого, ты должен принадлежать к старому лагерю. Сомневаюсь, что Користа возьмет себе в ученики человека из другой части колонии. Понятно. Но я и так собираюсь к старому лагерю присоединиться. Увидимся. А вот насчет чего-то исключительного, это еще будет не сразу. Поговорим-ка сначала с Родригесом. А, не, с ним не поговоришь. Тогда с Дорезом. Приветствую тебя, маг. Приветствую тебя, маг. Да пребудет с тобой и нас. Я делюсь своими знаниями мира магии, и могу учить магов увеличивать их магическую силу. Ой, громко он сказал. А что нужно сделать для того, чтобы стать магом? Что нужно сделать, чтобы стать магом? Поговори об этом с мастером Користа, если у него найдется для тебя свободная минута. Это я понял, но я пока не могу туда. Как дела на магическом фронте? Как идет изучение магии? Тебя наши дела не касаются. Ничего, потом, когда сам магом стану, тогда будут касаться. Меня прислал Користа, я передал ему письмо. Меня прислал Користа, я передал ему письмо, и теперь могу выбрать себе награду. Ты оказал нам неоценимую услугу, и, конечно, можешь получить за нее награду. Выбирай. У нас есть выбор. Кольцо силы, кольцо ловкости, три магических свитка, угряный шар молнии падальщик, эссенция духа мана плюс пять. Либо кольцо силы, либо три магических свитка. Вот думаю, что же лучше взять. Силы мне все равно не хватит, поэтому давайте возьмем свитки. Дай мне магические свитки. Используй их с умом и помни, что ты можешь прочитать заклинание из свитка только один раз. О, Монторковец. Приобрести магические свитки. Точно, он мне поможет. Может, у него усыпление есть. А, нет. У него нет усыпления. А, жаль. Давайте тут еще походим. Кузнец. Стоун. Ты кузнец, так? Ты ведь кузнец? Точно. И ты продаешь оружие и доспехи? Ты продаешь оружие и доспехи? Да, продаю доспехи. А оружием заведует скип. А какие у тебя есть доспехи? Есть доспехи для стражников. А ты не стражник. Так что поищи что-нибудь для себя в другом месте. Понятно. А где там этот скип? О, вот он. Может, он мне оружие покруче даст? Чем ты занимаешься? Что ты делаешь? Моя работа — это оружие для стражников. Ты продаешь оружие? Да. Гамезу и его людям. А ну-ка. Меня прислал Торус. Он велел мне подобрать оружие. Торус отправил меня в тебе. Сказал, что ты сможешь подобрать мне оружие. Даже так? Ну, почему бы тебе самому не спросить его? А ты сам у него спроси. Именно это я и сделаю, только попозже. Уверен, что он захочет услышать все, что ты говорил о нем. Не знаю, кто тебя впустил, но на твоем месте я бы поскорее убрался отсюда. Я просто подумал, что неплохо было бы поговорить с тобой о снаряжении. Убирайся отсюда. А? Как же мне с ним поговорить? Ой, а я тут с Гамезом. Ладно, сейчас пропуск... Пропускаем? Послушай, он меня все равно не примет. Уходим отсюда. Так, сейчас надо будет сдать Мильтону письмо. Давай, беги. О, можно пронаблюдать за ним. Так, идемте теперь к Торезу. Глупостей. Так, а теперь попробуем все-таки поговорить с этим чуваком насчет оружия. А то оно ведь мне сейчас очень нужно. Только сохранимся. Меня прислал Гамез. Гамез? Не. Я просто убираюсь. Не. Видимо, он поможет мне с оружием, когда я присоединюсь к старому лагерю. Да, ведь сам играл. Забыл совсем, что он. Только тогда поможет мне, когда я к старому лагерю присоединюсь. Поэтому, все ясно, увидимся. Понятно. До встречи. Ну что ж, значит, придется в старый лагерь идти. То есть, фу-то в новый. Новый лагерь располагается неподалеку от шахты. Стоп. Поговорим-ка с другими. Да, какой большой замок. Раньше я тебя здесь не видел. Кто ты? Я здесь недавно. Хочу немного осмотреть это место. Ты можешь рассказать мне о замке? Ты можешь рассказать мне что-нибудь о замке? После великого восстания он был занят Гамезом и его людьми. Теперь никто другой не смеет приближаться к нему. Я еще тогда понял, что лучше всего будет присоединиться к Гамезу. Еще в те времена, когда все мы сидели в подземельях и работали на шахте, он был самым влиятельным среди заключенных. Так под замком есть подземелья? Так сам Гамез был заключен. Да, но сейчас они пусты. Со времен восстания туда никто не спускался. Я не пойму, так получается сам Гамез был рудокопом. А, ну видимо это говорили про тех в самом начале. Видимо говорили про него и его людей. Ладно. Так, кстати, что-то там... Помните того чувака по имени Буллет? Который нас избил с самого начала. Вот он тут сидит. Ну, кто у нас здесь? Эй, парень, это тебя я на днях окрестил? Тебе что-то нужно? Хочешь еще? Так, ну ладно. Я не знаю, что с ним делать. А вы как думаете? Ладно. Пускай уж это решите вы, а не я. Для этого я устрою голосование в верхнем углу экрана. Как вы думаете, что надо с ним сделать? Оставить его в покое? Начистить ему рожу? Или убить? Проголосуйте. Я тогда пойму, что с ним делать. Ладно. Разберусь я с этим к следующему выпуску прохождения. А пока, до свидания. И не забудьте проголосовать.